Время особенно, тема именно злобных инопланетян, которые хотят захватить Землю, поработить Землю или во всяком случае управлять здесь всеми делами, она все более конкретизируется. Она все более, так сказать, реальные, зримые, нотки такие, черты приобретает. Почему? 25, примерно, что ли, 30 лет назад Збигнев, Кшиштов, Бжезинский, наш заклятый враг, которого надо уважать за его безграничную и абсолютно последовательную ненависть к России, к Советскому Союзу. Вот. Умница с точки зрения, что это очень умный человек, еще вот жив до сих пор. Все. Он и был и госсекретарем, там, и помощником президента, и является до сих пор членом всяких там тройственных комиссий, бельбердерским клубе, там, ну и так далее. То есть это враг такой очень, так сказать, серьезный. И вот лет 30 назад он уже сформулировал, сформулировал цели и задачи Америки по, ну, фактическому уничтожению, не только России, фактическому захвату мировой власти. Для того, чтобы власть захватить, значит, нужен внешний враг. А система социализма должна упасть перед системой капитализма. И действительно, вот, Советский Союз, как известно, рухнул и долгое время пребывал, мы пребывали в очень плохом, как бы, состоянии таком. Вот, когда вот эта вот борьба, когда враг вот в виде социальной системы другой перестанет существовать, понадобится следующий враг, отмечал Бжезинский. Это будет мировой терроризм, дословно, вот так и говорил, мировой терроризм, международный терроризм. Вот, ну, неважно, в чем он там будет заключаться. Мы видим эту реализацию этого плана, все эти исламские движения, это падение башен Близнецов, там эти взрывы, там непонятно кем устроены, ИГИЛы, Джабхат-Анусры, это международный терроризм, не имеющий границ и так далее. И нужно объединиться против этого зла. А наш президент об этом тоже говорит, ну, это вроде бы и понятно, это естественно, что нужно сообщаться с ним, с этим терроризмом бороться. К религии отнимить никакого отношения. Ну, тут бандитские такие разборки. Но после того, как мировой международный терроризм будет, этот фактор, так сказать, устранен, понадобятся новые угрозы. Это будет угроза из космоса. И вот великолепнейший фильм «Армагеддон», он как раз демонстрирует, ну, лучше всех, пожалуй, демонстрирует разыгрывание вот этой вот карты. Угрозы из космоса. Комета, метеорит, там вспышка на Солнце, но скорее всего, все-таки то, что летит. Астероид какой-то вот. Мы до сих пор, что Апофис там вот пролетел, еще через 30 лет он опять-то по нам трахнет. Вот Челябинский метеорит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там, ну и так далее. Первое. Военно-промышленный комплекс, который сразу сказал американский. Мы разработаем ракеты, которые будут сбивать уже тут близко на подлете к Земле, будут сбивать вот эти вот, там, астероиды, метеорит, кометы и так далее. Или хотя бы отводить в сторону. Ну, смотри фильм «Армагеддон». Вот. На самом деле, эта задача достаточно технически, как ни странно, сложная. Там, нацеливание, там, навигация, точное это, да? Элемент поражения. Я сейчас не буду в технические подробности выдаваться. Ну, как идея-то была разработана. Но требует больших денег. Требует больших денег. Естественно, Конгресс должен эти деньги выделить. Но это у них. У нас, значит, товарищем Зайцовым, с фирмы Лавочки, ну, тогда он работал. Еще раньше американцев такая, так сказать, опасность была оценена с точки зрения, а что делать. И был создан проект «Цитадель», вот, который разработан настолько плотно, который затрагивал все буквально аспекты. До того, чего делать, во время того и после того. Ну, даже в текст листовок, который надо разбрасывать в каком-то там, на какой-то территории для населения листовки, чтобы, значит, успеть там эвакуировать какую-то часть населения и так далее, если сюда вот по расчетам должен упасть какой-то там метеорит. Или где делать склады каких-то там палаток. Или как подавать там питьевую воду. Ну, самое-то главное, как отражать, как засечь на подлете еще далеко, когда, вот, как навестись туда и чем поражать. Как эффективнее поражать и так далее. Это целая была разработана полномасштабная такая программа, пакет программ, который обсуждался на международном уровне, но, как всегда, и эту программу нашу не восприняли. Остали ребята из Америки там свое что-то придумывать. Вот. Но эта тема, да, опять же, вот для того, чтобы отразить, должны все. Вот помните, в Армагеддоне и советский космонавт, вот в Ушанке-то этот вот, как его, Андропов его была фамилия, он участвовал. Ну, хоть взорвалась станция, но все-таки русский хоть как-то бравым американским спасателям, и вот этим спасителям человечества помог. Хоть как-то вот, да, вот они герои, вот они спасли весь мир, весь мир на руках. Это и пропагандистская, значит, конечно, был фильм, и идея такая пропагандистская. Ну, того, у кого больше средств на, значит, отражение такой космической опасности, ну, тот и главный. И для того, чтобы однозначно эта вот главная страна отразила эту космическую, значит, ну, космическую опасность, конечно, ей нужно помочь всем миром. Даже в некотором смысле мир объединиться, вот вокруг, если вот такая вот опасность будет зафиксирована, будет реальной. Этот этап, мы его проходим сейчас, но он имеет некий недостаток. Некий недостаток. Дело всё в том, что вот таких камней, метеоритов там, астероидов, хотя говорят, что много, но на самом деле не очень много. А если мимо пролетит, то вроде и опасность миновала. То не надо объединяться под единой эгидой. И, наконец, должен настать четвёртый этап, о котором говорил Бжезинский. Вторжение инопланетян. Собственно, к этому вот идёт сейчас пропаганда такая с семиминными шагами. Вот. Ну, понятно. Сил-то у них и возможностей больше, чем у человечества, потому что они продвинутые такие технологически, всё. Ну, хоть попытаться-то надо. Мы же не можем просто вот так вот сдаваться. Хоть попытаться-то надо. А для этого однозначно в одних руках, как у главнокомандующего, должны быть сосредоточены все вооружения, все ресурсы. Введена единая валюта земная. Все программы там обучения, там в школе, в университетах, в институтах. Все заводы, все фабрики должны на общую цель работать. И должен быть штаб вот этот вот во главе, которого стоят самые вот самые влиятельные, самые сильные, самые умные люди. И должность такую уже назначили. Вот этой вот Мазлая Отмонта. Вот. Главный у нас в ООН пост по контактам с инопланетянами. Климактического возраста, значит, женщина. Она нормальный астрофизик из Малайзии, которая всю жизнь занималась в ООН тем, что считала запуски. Спутников, там падений, там каких-то спутников. Ну, короче, такую космическую бухгалтерию вела. Вот почему именно она? Она что? Ну, с нее и взятки гладкие. Ну, она считает, она не то, что вот в космосе летает не пять спутников, как ей доложили, там, как вот сообщили ей, да, вот, а десять. Пять не наши. Ну, к примеру. Вот она должна каким-то образом установить контакт с этими вот не нашими. А как? У нее вот что, стоят такие, как мы сейчас говорим, кремлевские телефоны со всеми президентами всех стран? Нет. А как она тогда свою функцию-то выполнит? А если, не дай бог, я ошибся, вот она, так сказать, не климатического возраста, а нормального женского возраста, а если у нее критические дни, как она отреагирует на вторжение? То есть это почти оперета назначения такого лица. Но должность-то уже есть. И когда-то ее может занять, ну, например, генерал какой-нибудь. Вот. Или физик, ядерщик, к примеру. Или президент какой-нибудь страны. Вот с двух раз можно угадать, какой именно. И когда вот под единым этим командованием Земля объединится, фактор вторжения инопланетян не пропадет. Это будет опасность постоянная. А если ее будет мало, ну, ребята, ну, пожертвуем каким-нибудь одним там островком, там где-нибудь там, ну, там где-нибудь в районе Гавайев, там, да, ну, снимется художественный фильм о вторжении натуральных гадов каких-то, да. А наши действительно, так сказать, военные озадачатся и взорвут там ядерный заряд, чтобы этих, как бы, инопланетян уничтожить. Ну, пожертвуем одним островком, там, допустим, вот, да. Зато вот победим в какой-то конкретной реальной битве. Не совсем победим инопланетян, потому что они продолжают нас, так сказать, преследовать. А ну, вот в битве. Но мы уже объединены. Цель – мировая власть. Поэтому феномен НЛО, как был неизучен, он остается неизучен, и никто его не изучает должным образом, а использует в разных совершенно вещах. Про разведку, контрразведку, идеологическую обработку я уж не говорю. А вот даже в среде вот наших уфологов, так сказать, ну, есть люди, которые натурально понимают, что не понимая этого, работают на иностранной разведке. Не понимая этого. Ну, это вот, ну, к сожалению, это так. Вот, 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 уфология вот эта превратилась в инструмент игры во многих, как бы, аспектах. Ну, никак, вот, вот, действительно, в природе, по выяснению, так сказать, своей сущности. На самом деле, версия о том, что это посланцы других планет, это тоже детский сад, во всяком случае, для меня это давно уже детский сад. Все не так линейный, потому что такой подход, он свойственный для нас. А мы еще, как одни там инопланетяне нас обозвали, разумные животные. Мы не, не, не еще неразумные сущности. Какие инопланетяне нас? Ну, в одном из контактных, в одной из контактных историй, кстати говоря, задолбали эту пару мужа с женой, которые, я уж не помню, из какого города, в Москве, где-то пять, наверное, назад были, выступали по многим каналам. И я присутствовал на их, таком, общественном, таком вот выступлении на НТВ, и даже очень сильно их поздравил, если так можно выразиться. Дело все в том, что они ряд деталей описали, каждый, так сказать, по-своему, муж с женой, которые мне лично, так сказать, однозначно говорят, что они это не могли, во-первых, придумать, а во-вторых, что они на одних частотах работают. И я им сказал, что, ребята, вы друг друга любите. Вот только сильно любящие друг друга люди могут как бы резонировать на одних и тех же, ну, частотах, если так можно выразиться. Вот. Ну, их заклевали, их подсоединили к детектору лжи, по-моему, на ТВ-3. Вот. Сказали, что не, но не врут. Ну, это, так сказать, слабый, очень, так сказать, эксперимент-то был. Вот почему они не могли говорить правду, потому что они, как бы это сказать-то, они рассказывали о своих не истинных переживаниях, а как бы матрица, что ли, вот этих вот переживаний. Как бы некой, так сказать, сторонней уголограмму не рассказывали. Это, если хотите, не они рассказывали, так, если можно выразиться. Ну, и вот они, значит, вынуждены были покинуть, так сказать, столицу. Не знаю, где сейчас. Ну, короче, во время их контакта, вот какие-то там эти сущности другие сказали, что, ну, кто вы, чего тут кричите и так далее. Вы еще разумные животные. Мне очень понравился этот термин. И неизвестно о том, что в настоящее время, хоть как сколько-нибудь серьезное изучение государственное, я имею в виду, феномены идет. И, соответственно, какие-то там контакты, там неконтакты, как бы вообще даже, так сказать, никто об этом не говорит. В свое время, в конце 90-х годов, контакт с инопланетянами был официально установлен представителями генерального штаба советской армии. Во главе с начальником войсковой части 1003 Алексеевичем Савиным это управление аналитическое работало. Вот, а его подчиненные, две женщины, такой контакт установили. И какое-то время потом поддерживали его, ну, в телепатическом, так сказать, как бы ключе. Что дал этот контакт? Ну, практически ничего, за исключением того, что, значит, вот это есть. Что есть с кем контактировать, все. И чуть-чуть, чуть-чуть, некие подсказки были даны с точки зрения усовершенствования, ну, приборов, так сказать, медицинской диагностики такой вот. Ну, чуть-чуть. То есть, действительно, эти вот уточнения были включены там в какие-то приборчики, что-то там с электричеством там. Ну, они стали работать чуть лучше всех. Никаких сведений, никаких таких данных, где они там что-то находятся и т.д. или нет. Ну, так, походе просто, например, здесь, так можно выразиться, звучало, что вопросы перемещения в том же пространстве и времени для них просто не стоят. Они перемещаются куда хотят, но все равно, что нам дверь в квартиру открыть, закрыть, вот ты в другом месте. Вот примерно такая технология, и именно, кстати, такие технологии только могут дать возможность, как мы выражаемся, покорить пространство, так сказать, космическое, покорить. Вот, на самом деле, ракетные технологии все это уже, ну, они почти что до предела дошли. Что касается контакта, я повторил, значит, это на государственном уровне. Что касается контакта-то на глобальном, международном уровне, он тоже официально есть. Совершенно однозначный и совершенно определенный, без, так сказать, сомнений. Я имею в виду возникновение кругов на полях, так называемых, но не вообще кругов, а в 2007 году местечко Чиболтон, Графцево, Гемшир, там, значит, радиотелескоп, значит, небольшое количество ученых, небольшое ученых там было. Вот, на пшеничном поле рядом, так сказать, возникла диаграмма, возникла картинка такая, даже несколько картинок. Но одна это была почти точная копия того сигнала, который был послан за 30 лет до этого, в созвездии Геркулеса, ну, где там, в нашем сигнале, там, рост человека, ну, и схематически все это в двоичном коде было изображено. Кратер, значит, радиотелескоп Арысиба вот в этом кратере, да, наличие элементов, составляющих жизнь, химических, там, две спирали, там, ДНК, там, расположение Земли в Солнечной системе, общее число жителей Земли, там, 6 миллиардов было написано, все. И вот через 30 лет ответ был, вот, ну, той же схеме, абсолютно такие же пропорции, только чуть-чуть другое все. Вот химические элементы, кремния еще был добавлен, что у них не третья планета от Солнца заселена, а три планеты в их системе заселено, так сказать, людьми, ну, их представителями, что их рост поменьше, там, метр десять, что излучатель, при помощи которого они вот такой сигнал передавали, совсем не радиотелескоп какой-то очень хитрый, что у них три спирали ДНК, там еще перечень, там, аминокислот какой-то другой, все. Но меня больше всего поразило, буквально потрясло, то, что указано число их, сколько их, 12 миллиардов, там, столько, там, миллионов, там, тысяч, 512. Меня поразила точность, в которой это указано. Каждый их представитель учтен. То есть они не воюют, значит, каждый день не убивают кого-то, или живут долго, никто не умирает. Каждый учет. У нас 6 миллиардов, ну, так все. А у них каждый учет. Единая цивилизация, которая знает всех. Никакой уфологической науки ни на Западе, ни у нас нету. Ее пытаются подменить, как всегда, вот я говорил, другими, так сказать, целями, задачами и соответствующими определениями, как то возникновение по всему миру групп экзополитики. Экзополитика, значит, это вот, ну, они собирают тоже сведения про летающие тарелки, про всякие другие интересные явления такие, вот, но в основном пролетающие тарелки. И будто бы на базе этого рассматривается, как бы, экзополитика, то есть, как бы поведение, вот, инопланетян по отношению, возможное поведение инопланетян по отношению к землянам и наоборот. Но даже в самом названии, опять же, этой экзополитики содержится бомба, которая искажает все, так сказать, с точностью да наоборот. Политика – это вопрос власти. Кто главный? Либо инопланетяне, либо земляне. Кто и кем командует? Как в космосе это происходит? Командование, притеснение одних, выполнение воли других и так далее. Мы переносим на космические просторы свою ублюдочность. Мы переносим в космос свои представления, так сказать, о вообще поведении. Мы не успеем с нынешним развитием науки и техники вступить в нормальное взаимодействие с инопланетянами, или там с иномирянами, вернее сказать, которые на Земле-то находятся, можно сказать, постоянно, и никуда и летать-то не надо. Просто надо по-другому, так сказать, относиться и к себе, и к ним. А наша техника, я говорю, почему мы не успеем, то нас погубит. И уж во всяком случае не даст нам возможность выстраивать какие-то вещи, связанные с космосом. Маленький пример. Я уже вот этого Илону Маска помянул. Есть еще наш миллиардер один, ему помогает другой миллиардер. Одобрил их знаменитый этот Хокинс, паралитик этот английский ученый с мировым именем. Да. Вот. Что значит, они проект вынашивают? Отправки полезного груза в один грамм к Альфа-Центавру. Со скоростью примерно 10% со скоростью света. Благодаря тому, что они вот этот вот в один грамм, так сказать, аппарат, должны лазерами с Земли нагревать, ну, в общем, отталкивать от себя силой света и разгонять таким образом до 10% скорости света. Уже на этапе проработки они выяснили, что даже при такой скорости не то, что пылинка какая-то в открытом космосе, там, ну, где-то уже за пределами Солнечной системы, а один атом может из этого полезного груза сделать бяку. А при такой скорости любой атом, накатывающийся на аппарат, ну, это все равно, что как вот ты в воду прыгаешь с 50-метровой вышки. Ну, невозможно разогнать, невозможно корабль создать, который бы как наждачная шкурка вот этими атомами бы стесывался. Это нереально все. Мы отрезаны от большого космоса. При нашей технике, хоть реактивной, хоть какой, другое дело изучение свойств пространства, времени. Пусть это будут какие-то червячные переходы, тротовые норы, там, как это в науке есть и так далее. Вот это надо изучать. Мгновенность перемещения куда-то. Вот квантовая телепортация, о которой сейчас так много стали говорить. Хочешь, не хочешь, соглашаешься, не соглашаешься. Китайцы через два года вокруг Луны запустят спутник, который будет для связи, для передачи информации использовать эффект замыкоквантовой телепортации. Это, грубо говоря, когда вот там сигнал один записывается на фотон, а вот здесь этот фотон не прилетает сюда, а он здесь возникает. Вот с такой же записи информации. Это новая передача информации. Ну, пока информация, но это уже, так сказать, как бы какая-то частичка, там, что-то фотон или еще что-то такое. Можно говорить о том, что это же что-то материальное, да. Вот если так перемещаться, да. Такие опыта идут, идут, в Штатах идут. И вообще американцы подходят к проблеме тех же инопланетян по-своему. Для них, и совершенно это правильно, для них, факт, вот, наличие жизни вне Земли является подстегивающим к разработке средств, ну, перемещения в пространстве и тому времени. Вот и все. Вот это стимул такой, потому что иначе даже марсианское освоение, хотят, ну, не усроить недалеко. Оно безумно, оно, ну, это тупик, это, ведь вот Марс Ван, все это, ну, это же чушь собачья. Если наших космонавтов, которые тут месяц на орбите побывали, на руках вытаскивают испускаемого аппарата, то кто же этих, которые на Марс полетят, Марс Ван, там-то их вытащат? Кто? Ну, это же бред, абсолютно. Я же неужели там выживать нельзя, и что по дороге они будут лететь нос к носу, они переругаются все начисто между собой. Ну, я про это даже не говорю. Ну, вот простую вещь. А если бы туда можно было переместиться, например, за пять часов? Да, вот это да, тогда это освоение. Есть такие наработки? Есть. А не у нас-то есть. И в Штатах есть. Двигатель на новых принципах, которые сами себя разгоняют. Если до Луны можно будет туда долететь, если все время разгоняешься, с небольшой, так сказать, силой, но разгоняешься все время. Вот. Половину туда разгоняешься, потом половину тормозишься. Значит, до Луны можно залететь, вот забыл, за 3-4 часа, что ли? Ну, это да. А до Марса, по-моему, за пять дней. Ну, это да, вот это тогда. Вот по полету какие-то. Другие способы. Мы находимся на планете, которая сравнительно молода. А земная цивилизация еще моложе, я имею в виду нынешнюю, описанную цивилизацию. То, что было до потопа, и еще пять раз до потопа, у Лемурии там и так далее. Вот. Я не беру расчет. На самом деле этих цивилизаций было, вот как сейчас говорят, пять или шесть. Ну, пятый или шестый. Какие там были эти, ну, то, что мы не находим никаких технических устройств, ну, я, так сказать, массово не находим, в отложениях горных там и так далее, следит за то, что их просто не было. Строили пирамиды в Египте. Ну, известно, так сказать, как бы принято считать, что им 4 тысячи лет, 5 тысяч лет. Ну, за 5 тысяч лет, если бы в песке хранился бы, значит, допустим, там, бронзовый напильник, ну, он, наверное, не совсем-то бы погиб в сухом песке-то. Но он же не скоррадировался бы как-то до нуля. Когда считается, что, значит, обтесывали вот эти вот камни, из которых состоят миллионы, камни, из которых состоит пирамида. Ну, а где инструменты-то, обломки-то, где пиво, которыми пилили, где какие-нибудь там гвозди, чтобы поднимать там туда какие-то блоки там делать, где это всё? Их нет, или если и находят, то, ну, так сказать, ничтожное малое количество. Животных древних больше находят, чем вещей, связанных с техникой. Нашли в Якутии вот эти вот пружинки такие, из Вольфрама. И вот было удивление, действительно, как они туда попали. Какие-то там отложения, там глубоко и так далее. Ну, Вольфрам, он практически вечный. Сколько они там пролежали? Ну, это редкое исключение. Никаких инструментов нет. Цивилизации были построены по-другому. Возможно, они были построены на таза и маготехнике. И существовавшие тогда, ну, если так можно выразиться, люди, они силой мысли давали себе, или там брали из пространства энергии, им не нужна была пища. А если пища, то не нужно обрабатывать землю. А если ты можешь влиять на погоду, тебе не нужно дом делать, чтобы жить под крышей, чтобы на тебя дождик, так сказать, не лился и так далее. Они были как боги по отношению к нам. И были гармоничны с природой. И те погибли. А мы, которые вокруг себя оставляют не просто ничего, они оставляют мусор. Я уже не говорю о мусоре радиоактивном, металлическом, химическом, бактериологическом. Я говорю даже о мусоре в виде мыслей. Это вот мы гордимся нашей техникой. И чтобы внешние силы космоса, а космос весь разумен и живой, это понятно, да? Только разумен и живой он по-иному, не так, как мы представляемся на уровне клетки. За нами приглядывают, смотрят, как мы безобразничаем на этой планете. Если погибло уже пять предыдущих цивилизаций, и от них ничего не осталось, то мы на краю от того же, что нас должны просто-напросто отсюда вычеркнуть. Но не вычеркивают. Потому что всё должно идти естественным путём, а за нами наоборот, подсматривать, чтобы мы раньше времени-то этого не сделали. Чтобы мы раньше времени по своей гордыне, по своей глупости не уничтожили себя. Поэтому, если есть какая-то коалиция, ну, считается, что она есть, или правильнее считать, что она есть, эта коалиция, или хотя бы представители каких-то высших сил, они с полным уважением к свободной воле, а это закон космоса, говорят, вы хотите так? Ну, вот, ну, вот, ну, так. Ну, делайте так. Вот так. Мы вам намекаем, что это не так. Чего-то, так сказать, стали не совсем хорошо делать. Вот там какая-нибудь фукусимская авария, там, или там вулкан вам мешает, ребята. Ну, ладно, мы немножко его притушим, там, ну, чуть-чуть так вот, да. Ну, в принципе, совсем-то не уберем. Короче говоря, все зависит от того, какие мы. Если бы мы были, так сказать, продвинуты в, хотя бы, отношении друг друга, главное, ну, природа, она, так сказать, еще чуть-чуть потепит. Но хотя бы друг друга. Не убивали бы хотя бы друг друга. Может быть, к нам бы, так сказать, в более явном виде приходили бы эти посланцы. А так, наверняка, эти наблюдатели среди нас есть, но они никогда не засветятся. Они никогда не скажут, что мы там с Альфа-Центаврой и там так далее. Потому что мы сразу начнем просить. Чем мы будем просить? Энергии, оружие. Или каких-то достижений. И все пойдет опять в сторону уничтожения. Вот почитайте нашу любую литературу, хорошую, плохую, все про войну. Все про убийство. Все про... Даже чувство, даже любовь. И та, так сказать, связана с моментом смерти какой-то там и так далее. Ну, нам далеко до того, чтобы стать разумными. Уже какое-то количество лет, вот лично я пришел к поводу, что надеяться на общемировое, государственное, ну, или частное, так сказать, и с учения собственной НЛО не приходится. Уже не приходится. С одной стороны, НЛО даже в фольклор перешли, в сферу анекдотов, там, ну, каких-то таких сравнений. Все быденным таким стали. Вот. А с другой стороны, все уже привыкли к тому, что это нельзя объяснить. Но положительным является следующее. Раз привыкли, давайте все-таки попробуем сделать чего-то, чего напоминает. Ну, например, перемещение в пространстве. Если окружать какое-то тело плазменная оболочка, оно летает лучше, да? Это уже, как бы, так сказать, это и есть. А вот как вот сделать так, чтобы оно летало с любыми ускорями, не изменяя, так сказать, свое, так сказать, направление полета под прямым углом, например, вот мы этого не можем сделать. А как вот этого добиться? А вот есть вот такие вот, вещи, как опыт из гравитации Гребенникова, которые показывают, что и вроде как и можно. Вот давайте вот мы этим вот займемся. Давайте займемся любым другим или там способом каким-то новым получения энергии. Вот. Но мы не узнаем, что такое НЛО, но мы хотя бы какой-то получим эффект, который поможет нам в продвижении, собственно, вот нашей жизни, нашей цивилизации. Желательно не агрессивный эффект. Я думаю, что, во-первых, чем глупее становится потребитель банковской сферы, тем банку выгоднее. И таким образом просто мозги запудривают, и все вот людям. Ну, как нормальный потребитель банка может разобраться, причем есть инопланетная матрица. Зачем ему это? Потом на следующий год скажут не про матрицу, а про что-то еще. Это игры, так сказать, связанные с перекройкой карты мирового влияния, ну, при помощи денег. С другой стороны, даже если это и так, а что мы, собственно говоря, можем поделать? Это вызывание некой нестабильности сознания у людей. Вот если это повторять достаточно долго, как Геббельс говорит, ложь, во-первых, должна быть чудовищной, а, во-вторых, это нужно повторять достаточно много, тогда люди этому поверят. Ну, он будет 10 лет, банк, говорить о том, что живем в матрице. Все как бы свыкнуты с этим, а потом одночасье, они говорят, ребята, ваши счета обнулены, матрица съела. Вот и все, вот и все. И все скажут, да, да, та самая матрица, да. Кстати говоря, Голливуд прекрасно это использует, там такие всегда силы подтягиваются, великолепные, под хорошие идеи. Как зомби поступать, как вот та же матрица, да, как вот отражать космическую угрозу. Это все как бы модификация поведения. Это тоже псиоружие сообразное, только не с конкретными людьми, а с поколениями целыми работает. Ну, нравится мне фильм «Армагеддон», ну, какой Брюс Уиллис, молодец. Но ведь я прекрасно понимаю, что это пропаганда. Это пропаганда американского образа жизни, пропаганда того, что Америка лучше всех. Своё мнение, оно, конечно, курируется. Курируется прежде всего в том смысле, даже и через, как сказать, дьявольных людей, чтобы мы не забегали вот вперёд и с этими вот оголёнными пальцами в розетку вот не попадали. Ну, например, это известная вещь, это список Шелдона, по-моему, называется, да, вот, когда один за другим при странных обстоятельствах гибнут люди, которые вроде бы подошли к какому-то интересному открытию, но даже и не хотели никуда использовать, но ещё шаг и начнут использовать. Кстати говоря, сегодня я упоминал МакЭмбелла, 43 года погиб при странных обстоятельствах у себя дома. Вроде как ушёл из жизни, там, добровольной, мне с чего было уходить, например, прекрасная карьера, прекрасный имидж, там, семья, там, и всё, что хочешь. Вот, не туда немножко пошёл. Этот список в основном состоит, Шелдона-то, из ядерщиков, но не только из ядерщиков, там, из биологов, там, и так далее, и так далее. Это просто вот конкретный пример. Поэтому, а в Индии, например, существует вот эта вот чёткая убеждённость в том, что совет девяти неизвестных есть, которые тоже... Неизвестных. Да. Девять неизвестных. Которые, когда подходит какой-то там изобретатель, или там какой-то коллектив к определённому рубежу познаний чего-то, они, значит, как бы сделают так, что этот результат не получается. Есть такое, потому что рано получать. Вот, например, Виманика Шастры вроде как вот рассказали англичанам, ну, где-то там в 30-х годах прошлого века, индийцы. Англичанам рассказали, они, значит, записали. А гравито-шастри есть такая вот в Индии. То есть искусство управления гравитацией. А её никто не рассказывает, не показывает никто. Просто-таки вот известно, что она есть. Ну, как интересно. То есть не всё нам надо давать. В этом смысле управляется. И в этом смысле существуют реальные люди. Ну, или как это назвать их? Как бы люди, да? Там 9, 6, там, ну, в общем, ограниченное число, например, 11, там и так далее, которые блюдут вот за вот такой вот, как бы нравственностью по всей Земле. Живут эти люди очень долго, могут сколько угодно раз продлять свою жизнь. Конечно, в некотором смысле это как Дункан и Маклауды такие. И у них опыт очень большой в развитии цивилизации. Смотрят они не на такие отрезки, там, 5 лет, 10 лет, 50 лет, 150 лет, так вот, как цивилизация меняется. Есть. Ну, а что мы с этим можем поделать, или там, как использовать? Да никак. В этом смысле мы ничего не можем изменить. Почему? Когда нашли кумранские рукописи на берегу Мёртвого моря, и Ватикан возглавил изучение, значит, этих рукописей, брали там нобелевских лауреатов, там, всяких лингвистов, физиков, химиков, историков, там, под расписочку. 50 лет молчания. Первые расшифровки уже, значит, ошеломили в этом смысле. Почему? Там, понимаешь, в этих 18 свитках описано, ну, как бы, заповеди, ну, как можно сказать, поучения, да, или правила жизни. Очень похожие на заповеди Христовы. Очень похожие. Ну, не в один-в один, но очень похожие. Это получается, если рассуждать. Если это знать, что за 500 лет до Иисуса Христа были Иисусовые заповеди. Это тогда крушение, так сказать, христианства. А это мировая религия, которая в некотором смысле держит, ну, так, нравственные какие-то рычаги цивилизации. И православие, и католицизм, все так вокруг личности Христа. А вдруг, как же это, христианские заповеди без Христа за 500 лет до Христа? Это, получается, ересь какая-то. Поэтому все эти кумаранские рукописи были засекречены. И практически до сих пор засекречены. А если мы начнем, так сказать, признаем, что вообще царства не так работали, кто был главный, а кто был избранным народом на земле, и в каком смысле избранным народом, то получится, что вековая, там, тысячелетняя история и наработок каких-то народов, кланов, хоть ложь масонских, хоть там каких-то там мудрецов там индийских, коту под хвост. То есть получится, что нас обманывают столько. Ну, буза, конечно, может начаться там, так сказать, беспорядки всякие, когда не будет авторитетов. Но даже не в этом. Это пересмотр всего. Пересмотр своей власти над миром, который вот-вот должен состояться. Никто не позволит. Ну, из любой, возьми, эпохи, там, какие-то короли ингелиповые, которые на самом деле все там короли, понимаешь, а это все придумка. Или там, те же там пирамиды, возьми, там, усыпальницы. Там сроду не было этих там похорон, там, и так далее. Машины такие были для балансировки планеты. Да любое. Вообще история – это же очень сложное дело. Потому что это мы так трактуем, чего-то там какой-то царь, там, отдал приказ, там, куда-то там воевать, и все. У меня пример перед глазами всегда. Гамаль Абдель Насар был президентом, значит, Египта в свое время и создал Объединенную Арабскую Республику, объединившись с Сирией. Потом он, это, союз распался, вот. Но лозунгом создания этого союза был такой – «Сердце всех арабов лежит в Дамаске», сказал Гамаль Абдель Насар. Все думают, да, ну, мудрец, он знает там историю, там, и всем. А он уже в зрелом мужском возрасте был влюблен в принцессу Дамаска. Ну, так ее любил, шестрады объединил. Но, во всяком случае, нашей родиной или нашей территорией были просторы куда больше, чем нынешние территории страны и даже СССР. Куда больше? Как там от Лиссабона до Владивостока? Вот где-то так вот это вот все было. Это все были славянские земли. И даже не просто славянские, а русские. Ведь русские ребята тоже наши, там, Италию там подняли, там, Рим создали, там где-то по большому счету и так далее. Мы были совершенно другими ребятами, которые смешались с вышедшими из Гипербореи, ну, считай, ну, не богами, ну, совершенно другой, добрый, благороднейший, так сказать, долгоживущий раса. И мы их там какие-то далекие, значит, потомки, все. Вот. И нас все не любят поэтому. У нас мысли по-другому. Поэтому нужно, чтобы нас вымачивать, естественно, написать другую историю мира, отрезать у нас как можно больше территорий, оголить наши просторы. Если у нас климат меняется, то, значит, написать, что так вот и было всегда. Вот Сибирь была пустой, а не цветущим садом она была, там когда-то, вот там чуть-чуть, ось там земли по-другому была, там и там тропики были, к примеру, естественно, все благоухало, да. И что надо менять все. И на западе, и на востоке. До сих пор простая вещь. Китайская стена, великая китайская стена. Ну, такие там императоры трудились, слушай, да. Бойницы в какую сторону смотрят? Они смотрят на юг. То есть кто оборонялся, они на севере были, а не наоборот. А вот ведь какая штука-то интересная. Все переписано. А недалеко от этой Великой Китайской стены, не так давно, и китайские же археологи нашли погребение каких-то там вождей, ну, с рязанскими черепами. Ну, вот просто морды такие рязанские, рязанские. Ну, вот мы вынуждены, конечно, жить в этой истории. Все. А те, кто пытаются нас загнобить, получаются даже в настоящее время в более выгодных условиях. Ну, им можно. Ну, например, украинцам там, да. Даже не украинцам, в смысле, а властям украинским. Там, чего-то из себя поднимать, и так далее. Это тоже переписывание истории. Примерно таким же образом она переписывалась на протяжении веков и тысячелетий. Для чего? Ну, вот чтобы как бы нашу логику эту, так сказать, уничтожить, чтобы более просто осуществлять подавление, так сказать, нас. И, с другой стороны, пользоваться теми ресурсами, которых у нас вот так вот этих ресурсов полно, вот той же Сибири и так далее. Просто в силу нашего, так сказать, характера такого. Какое столкновение очень сильное было, я думаю, что это связано с тем, что несколько цивилизаций, ну, по крайней мере, две, которые способствовали или хотели заселить Землю своими представителями. Одни из них, может быть, какие-то драконообразные, другие, вот, как сказать, на людей похожие, столкнулись. Те люди, которые к тому времени были на Земле, в том числе и потомки вот и тех, и других, ну, конечно, гибли много. Есть цифра о том, что погибло в этой битве 600 миллионов человек. Вот эти вот кратеры, так сказать, как бы ядерные, там, разбросанные, или какие-нибудь там, типа Махенджи-Дара, там, так сказать, ну, это что-то вот в этом духе. Правда, сомнительно, что, ну, это как бы часто повторяемый случай во Вселенной. То есть вот настолько у них сильное было, видимо, столкновение друг с другом не потому, что они там один хороший, другой плохой, или наоборот, а просто делаться было некуда. Вот они вместе, наверное, не могли существовать, поэтому кто-то должен был погибнуть. Какая-то цивилизация должна была из них землю оставить в покое. Ну, можно, так сказать, считать, что победила вот это вот, как бы белое, ну, Сориона там, или откуда-то еще, там, сказать, цивилизация. Но это, опять же, это нынешние только домыслы. Но факт тот, что Сибирь и вообще территория нашей страны совершенно другую картину имела в свое время, это безусловно. И что возраст наш по меньшей мере, но на пять тысяч лет это точно старше, мы как даже государство, да? Вот. Почему? Потому что календарь у нас, так сказать, был пять тысяч лет назад, так сказать, изобретенный, он его вовсю пользовался. Вот. Но по некоторым данным и 30 тысяч, 60 тысяч лет назад это были управляемые земли, это вовсе не землянки были, это дворцы, крепости, это управление, какая-то социальная система, там, и так далее. Благоденствие в некотором смысле по отношению к нынешней вот этой технократической цивилизации. Но, наверное, тоже в силу, например, характера, мы такие доверчивые какие-то. Нет, чтобы расписочку написать.